Это обычный подземный переход в центре Москвы. Таких свыше тысячи по всей столице. Его задача облегчить, а главное обеспечить безопасность пешеходам, которые переходят дорогу. К сожалению, этот длинный коридор не спас пожилую москвичку. Здесь на неё напал грабитель. Злоумышленник думал, что под землёй останется незамеченным, но все его действия фиксировала камера видеонаблюдения. Вот в безлюдном переходе пенсионерку поджидает странный мужчина. Сначала он мнётся, будто хочет подойти, но стесняется. Но уже через несколько секунд вырывает сумку и пытается сбежать. Женщина оказывает сопротивление, но грабитель словно боксёрскую грушу начинает бить свою жертву. Эта запись теперь приобщена к материалам уголовного дела. Полицию и скорую помощь потерпевшая позвонила, как только добралась до дома. У меня с плечом очень плохо. Перелом бугорка плеча, там с какими-то надрывами, надломами, разрыв связки плечевой трещины или надлом лопаточной кости. Вскоре 37-летнего злоумышленника задержали. Судя по его выражению лица на здоровье, он точно не жалуется. На допросе с гордостью рассказывает подробности своего нападения. Вы у бабушки сумку отняли? Да, я. А где это произошло? На улице. На улице или в переходе подземлено? На улице. На улице. Что отняли? Сумку. Куда, как распорядились? По улике велос. И действительно, злоумышленнику нужны были только деньги. Всю добычу. 12 тысяч рублей он потратил сразу же ближайший пивной. Опьяненный успехом, возможно, он совершил бы еще одно нападение, но не успел. На его руках защелкнулись наручники. Оказалось, что с этой процедурой мужчина хорошо знаком. Крайник угол ответственности привлекался? Да. Сколько раз? Трижды. Назови статьи, каким привлекался. 105-я первая, 158-я первая, 112-я первая, 158-я вторая, пунктовая. Это убийство, кража и причинение вреда здоровью. Судя по всему, к этому списку совсем скоро добавится еще одна статья – разбой. Мужчины рискуют отправиться за решетку на 8 лет. Александр Белогуров, Иван Перминов, Петровка, 38.